ребята всем привет с вами игнат я с кириллом мы сейчас находимся вон где на горе мы идем смотреть балаклаву первое что мы посмотрим это крепость так как мы на вершине так как на вершине поэтому мы посмотрим первую крепость о частный сектор где такой частный сектор мне очень даже нравится хотел сказать и не над всеми никто не мешает насколько мы людей сегодня встретили летом конечно люди везде сюда надо наверное вообще оба честно вот это белое здание это гостиница какая это гостевой дом пришли мы ребят к этой площадке где машины стоят ветер легкий такой дует надеюсь слышно меня наверное вот это предприятие какой-то и это все тут машины все подкользнулся ну хорошо что удачно все эти машины с этого предприятия а вот это свет интересно куда идет вот этот свет куда я этот свет идет помнишь я тебе говорил он тут по пляж где цивилизация наверно на то пляж идет супер осторожно ребят надо потому что вроде уже все спустились практически она вон видите уже на последнем на последних метрах кирилл подскользнулся так ну все вот она это белое советское здание красивое это на его подстанции красивый потому что мне нравится причем она облицовано мне кажется этому зданию уже лет 40 может быть 50 она как было белоснежное так и осталось так словам к слову об архитектуре сразу же в начале прошу подписаться на канал если смотрите без подписки в описании есть мой инстаграм там много фотографий из крыма и из личного инстаграма можно перейти на рабочий инстаграм где я выкладываю фотографии я фотограф и посмотрев эти фотографии вы можете заказать меня на фотосессию фотографа почему бы и нет я приеду в балаклаву и мы с вами поделаем наикрутецких фотографий которые вас потом будут радовать всю зиму в отличие от дебильных магнитиков которые вы везете подписывайтесь на все ребят смотрите тут какие-то механизмы рельсы я я с этой стороны первый раз иду туда крепости похоже на то что это когда ее кого-то вырвало прям по дороге похоже что когда ее пытались реставрировать этим пользовались это наверное тоже все в союзе было вагонетка даже наверх пусты вот она вагонетка которая возила материалы наверх так она тут и осталась гнить навсегда прикольно никому ничего не надо смотрите вот эти шикарные дома и вот тут вот еще один старинный мне он отсюда прям вообще зашел мы вензом камера у меня севшие на ковиды на бухту еды на крепость идем крепости так ливы на крепость не показал по крепости мы ребят зимой потом полазим хочется повторить этот трип потому что я там был уже видели вы ролик и до после против солнца снимаю не очень конечно ну что делать если дорогу в ту сторону отсюда офигенный вид на малаклаву класс делали делали эту стену и не шмогли так она стоит с лесами уже перекосившимися это футкается горит фоткаемся как на на фоне фото обоев реально таки с кириллом тоже это подметили хотя я тоже тут не раз все равно офигеваешь постоянно как на фоне фото обоев так а где вообще кирилл блин видов этих офигенных но это ферма наверное устричная внизу мы пришли оттуда вот эту гору обогнули и пришли сюда но еще дальше шли мой ролик был зимой я сюда залазил семнадцатом году наверное даже камин какой-то есть внутри в башне он кирилл дырки все позаделывали вот отсюда ферму хорошо видно в общем ребята основная башня целая огражена это не может не радовать тут в принципе да чё можно пойти посмотреть прикоснуться к старине ребят ну чё башня еще отсюда пока посмотрим и пойдем вниз время уже 6 20 так-то нам семьи еще ехать надо и балаклава хотелось бы посмотреть сейчас какую-то часть мы конечно посмотрим вот семьи ступеньки от ленина выдернули каменные можно было их сюда приспособить да вообще много где можно было каменные натуральные ступеньки приспособить к чамбале например тут такой гул стоит как будто здесь магистраль какая-то проходит а это же все блин от катеров прогулочных шум такой вон видишь вон те деревянные ворота вон там чуть чуть правее вот это заканчивается севастопольская тропа башенки охраняли бухту в те времена тоже вот наверное знаешь что что мы на карте видели вот и вот это наверно башня перекрывала въезд балаклаву да там там и на карте обозначение увидели типа башня которая перекрывала какие-то времена въезд балаклавскую бухту похоже она может быть только там я так и подумал хотя под цифрой она обозначена на карте мы ее не нашли средняя башня это 2 боевая башня башня бухта ну все балаклава привет тоннель к набережной с лестнице тоннель кирилл мы должны вот так сделать мы завершили начатое мероприятие да это вот это на самом деле старинные дома но они отреставрированы но мне чуть не нравится как они отреставрированы хотя в принципе если присмотреться ничего так нормально нормально представляешь у каждого был свой такой домик шикарно да там гнездо в углу видишь и он там еще одна ласточка наверное сейчас по дороге будет пляж мы должны зайти на него ну он вообще прям вот он рядом будет вот это старое здание рыбозавода по моему если я не шлась или дальше а дальше наверно пойдем почитаем что это за здание я забыл уже а это причал а вот в этом здании раньше были было веревочный парк веревочный комплекс там ну какая развлекуха прикольная была вот видишь справа серо и что-то и что-то это все говорят прикрыли да и сейчас баннера тут нет прям реклама такая была веревочного парка видишь вот куда люди идут вон туда на 2 секунды зайдем пляж посмотрим и идем дальше хотя сейчас бы скупнуться не мешало ну нет времени ребята сегодня смотрим сколько людей на этом пляже у них вообще хороший пляж там дальше есть ну и здесь люди купаются не знаю конечно я бы здесь не хотел купаться но хотя вот сейчас после такой жары я бы занырнул и пошла набережная балаклавы я когда первый раз увидел набережную балаклавы она меня так впечатлила а ну учитывая то что я еще по морю сюда пришел я на большом катере вот здесь большой катера раньше приступили ну наверное и сейчас они здесь а ну да вот даже стоит какой-то большой движение катера вон написано миллионы миллиардов лодок это здание вообще пустое ребята все все стекла пустые все комнаты пустые хотя это может быть офигенная гостиница может и будут реставрировать как гостиницу лодочки такие качается качается красота но смотри тут набережная прям почти вплотную да с водой ты видишь кирилл вообще десять сантиметров двадцать сантиметров до воды прикольно вот это кстати мы идем над водой вот это все а вот ну вот она граница видно берег все-таки был пологий и они так бетоном сделали чтобы поглубже там было на лодках вставать сувениры на это можно смотреть вечно кинотеатр этот весь бедный многострадальный вообще забиты красота у него видишь зад еще уходит зал сам на кинотеатр родина и вот у него сбоку мне нравится вон так сегодня такая афиша должна была быть на нем красоте а везде остальное реально а здесь вообще шикардосно как хочется в каком-нибудь из этих отелей заночевать надо будет это исполнить ребят зимой то вообще дешево я думаю если они открыты вот этот вот который с балкончиками с двумя вообще шедеврально вот этот видите овальный балкон какой крутой сбоку еще все заросло так круто класс атмосфера юга вот девушки в этих платьях дубильных ходят цветы продают в Ялте сегодня в Севастополе и здесь тоже сладкая вата мы зашли немножко перекусили в магазине взяли солнце уже ушло за горизонт продолжаем осмотр молоклавы я съел мороженое без сахара представляете мороженое без сахара такой может быть маркетинговый вход но охотного на вход но оно мне понравилось реально больше чем мороженое с сахаром так ну чё ребята вот столько машин в балаклаве все плюс-минус посмотрели центр балаклавы потом будем смотреть основательнее ну со Светой сюда надо попасть а тут каждый заковул знает все ребят спасибо что посмотрели балаклаву пишите комментарии лайкайте видео более основательно говорю все посмотрим со Светой ну все я с вами прощаюсь с вами был Игнат я с Кириллом пока